Пять лет назад. Я буду петь свою музыку. Блин, у меня есть ощущение, что мы могли этот ролик смотреть. Подожди. На реакцию. Нет. Нет, они смотрели? Вот это же стол. Где Хованский снимался, нет? Где Хованский снимался, да. У меня тоже такое ощущение. Нет? Да. Такой же был? Да. Это же оно. Так может, и на это отсылка? Может, просто похоже стол? Кстати, я буду петь свою музыку. Это вроде была какая-то акция, которая там с активированным, с другими раперами. В поддержку какого-то чувака, которого... Не знаю, как-то осудили за песню. Голунов? Может быть, из «Медузы»? Не помню, что-то было такое движение, и много участвовало Рогеров. А я не помню, что-то было. Пять лет назад было. Один парень говорил, что не любит Володю Путина. Просто нравится, как он пахнет. Я не хочу иметь общего с этим стадом. А политичных ебланы, что делают ряд забалов. Окей, правда, рубы. Ты жлинные рубы. Манит к микроу в Кремля, как Михаил Бублик. Поешь про власть, не называя имен. Ведь это может помешать тебе собрать стадион. Ебать в рот. Ты не называешь себя любаком. И как Лак-Кемин. Ты лишь безграмотный гондон. Политическая грамотность на нуле. Все твои слова. Чего? Как же жест старика Лимонова. Хей, где позиция, нет ее, не бывало. Вы, оппозиция, стомиком капитала может быть. Не, ничего не имеешь против старой системы. Просто от Путина ворот. Смените на другие ебальники, что корона. Для тебя цари как поколение айфона. За свободу слово. Буду петь свою музыку. Это похвально, блядь, шитрые евреи. Видно за свободу. А, на шву Оксимирона. Все, хорошо. Теперь поняла. Спасибо. Теперь все, вопросы отпали. Я говорю, он так любит Оксимирона, а все-таки там пишет. Да нет, вы не понимаете, это просто шутка. На самом деле нет. У каждой шутки есть доля шутки. Мы же знаем. Пошел сниматься к тому, кто за слова просто пиздит. Людей, ебанит, брою. Вы же просто спекулянты. Свободы все вам вообще до лампы. Кроме той, что дает вам шанс рубить кэш. Комедия в аду, как госпиталь. Мэш, ты-ты-та. Это просто имидж борца. Не вижу в твоих текстах личность врага. Ты-ты-та. Ты стреляешь, но боишься попасть. В небезопасно хуесос, лишь безличную власть. Я не хороший парень, и я кусок говна. И в этом плане я вам никогда не вра. Но знаешь, я не буду строить из себя. Того, кто ради вас бы даже жизнь отдал. Нет, я не отдал бы жизнь за ебанатов, что поверили всем этим сказкам. Я не доктор зло, чтобы опять лечить. Походу, там, вот, видимо, записывали треки. Вот эти вот, я буду петь свою музыку в поддержку какого-то чувака. А он, видимо, высказал, что я не буду записывать трек в его поддержку. Он, типа, сделал диз, что это все лицемерная фигня. Я так понимаю. А еще здесь он упоминал Оксимирона, который, типа, помнишь, был опизделен этим Джаганом? Ну, ну. А потом пошел к нему фильм сниматься. А, да? Я просто не знаю этого. Да, про рэп-группу. А с шоком у них разве не было конфликта? Конфликты на конфликте. Ладно, я просто не разбираюсь. Не заберешься, без того. А отмены концертов мне как-то похер. Пока за слова дают реальные сроки. И пиздят зэки в подвороте. Е-бой. Не, блядь. Я выражаю респект всему хип-хоп сообществу, которое считает, что за слова нельзя, блядь, отменять концерты. Но пиздить людей и ставить на колени за слова, это нормально. Ахуенно, свобода слова получается, блядь. Насыти мне в душу, пацаны, блядь. Ахуенно. Ну, прям, видно, разозлился. Возмутился. Просто я не помню, я не знаю, своему ситуацию. Это как бы, чтобы понять, что он... Вот, видимо, кто-то что-то сказал, и все начали сказать, что типа, свобода слова, нельзя закрывать кому-то рот. А потом про колени, это он про что привел в случае? А пиздить можно. Это как раз этот случай с джиганом, что ли, или нет? Ну, это же кого больше, ты на рак джигана предъявляешь? А может быть, что... Нет, а может, еще кого-то пиздили? Просто мы не знаем. Может быть, кого-то еще пиздили. Ну, да, да.